А в Караганде сегодня тушили пожар в 12-этажном доме. Огонь вспыхнул в Донерной на первом этаже. Жильцам пришлось срочно эвакуироваться. Пожарные напомнили гражданам, как вести себя в таких случаях. Когда дымом заволокло подъезды квартиры до 10 этажа, жильцы не сразу поняли, что причиной возгорания стало Донерная внизу. Горели жировые отложения во фритюрнице. Это заведение давно не нравится жильцам. Когда к высотке делали пристройку, их не спрашивали. А теперь еще и их жизни подвергают опасности. Вот вынесли из кафе газовые баллоны. Вот, пожалуйста. Мы не хотим, чтобы пищеблоки находились в жилых домах. Этой ночью, когда пожар случился ночью, в 12 ночи, стариков пожилых, которые еле ходят с палочками, и детей маленьких выносили на улицу. Пожары в высотных домах тушить сложнее. Все подъездные пути заняты припаркованными машинами. Не подъехать спецтехники. Да и автолестницы достигают максимум 50-метровой высоты. А эти 25-этажные дома в высоту 75 метров. Большинство жильцов не знает, как себя вести при пожаре. Честно, не знаю. Я буду паниковать. Потому что дома дети. И уже в этот раз не о себе. И думаешь, а что делать дальше? Стоишь и не знаешь. Поэтому это, я думаю, очень хорошая вещь, что они вот здесь делают, показывают. Еще на слуху пожар в 16-этажке в Алматы, когда жильцы выпрыгивали из окон. Как правило, люди паникуют, делают много ошибок, говорят пожарные. Нельзя спускаться по задымленному подъезду. В крайнем случае делать это ползком. Категорически нельзя пользоваться лифтом. В каждых домах высотных также имеются люки на балконах. Зачастую, к сожалению, люди приваривают, отрезают, дабы, так сказать, из-за ненадобности. Опять-таки, это сделано в цели пожарной безопасности, чтобы человек самостоятельно мог покинуть свою квартиру через несостоящие. Также в высотных домах делают так называемые незадымляемые лестничные клетки, открытые, продуваемые ветром лестницы. По ним и нужно спускаться при пожаре. Если выход из квартиры отрезан, следует закрыть двери и окна, чтобы сквозняк не раздувал огонь и заделать щели мокрой тканью, выйти на балкон и ждать помощи.